МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ, новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева и сегодня выпуски. Завтра была война. Митинги памяти прошли в Анапе. Туристы, добро пожаловать! В Анапе появился новый объект агротуризма. Незаконно установленные конструкции долой. В преддверии Дня памяти и скорби у Стеллы, город воинской славы, прошла всероссийская акция «Свеча памяти». В канун годовщины начала Великой Отечественной войны анапчане вспомнили десятки миллионов павших за Великую Победу. На митинге присутствовали председатель Анапского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, почетный гражданин города-курорта Анатолий Гапонов, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Шилов и неравнодушная молодежь. Из зажженных свеч перед Стеллой выложили слова «Мы помним». Все акции, которые призваны напомнить нам о том, что произошло 74 года назад, и не только Великая Отечественная война началась, до этого было много конфликтов. Наши люди, наша молодежь обязательно должна помнить, какой ценой была завоевана победа, через что прошли советский народ, русский народ. Зажжение свечи накануне 22 июня – это новая традиция живой памяти о Великой войне. В завершении митингов в память обо всех погибших к стеле город воинской славы возложили цветы. А в сквере боевой славы тем же вечером анапские полицейские приняли участие во всероссийской акции «Завтра была война», приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны. У мемориала «Вечный огонь» с зажженными свечами в руках собрались сотрудники полиции, чтобы почтить память павших во имя Великой Победы. Сотрудники орган внутренних дел построились для того, чтобы выразить дань уважения тем людям, тем героям, которые первыми встретили угрозу при нападении фашистских захватчиков. Анапские полицейские отдали дань памяти погибшим в годы войны минуты молчания. К мемориалу возложили свечи и цветочные корзины. В ночь с 21 на 22 июня в России загорелось 27 миллионов свечей. Именно столько жизней унесла самая страшная война в истории человечества. Сегодня на мемориале у братской могилы советских воинов и жителей, погибших в годы войны, состоялся митинг памяти. 74 года назад, ранним утром, 22 июня 1941 года, нацистская Германия без объявления войны вероломно напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни почти 27 миллионов человек. Внимание, говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Именно с этих слов советский народ узнал, что началась война. В День памяти и скорби о напчании гости курорта традиционно собрались возле мемориала, где запечатлены имена доблестных защитников Отечества, которые погибли в боях на территории города-курорта, а также пропали без вести военные годы. Мы сегодня склоняем голову перед теми, кто отдал свою жизнь за честь и независимость нашей Родины. Мы сегодня должны помнить, что должны хранить в веках и пронести те имена и тех людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Об этом должна помнить молодежь. Вечная память погибшим за нашу Родину. Вечная слава народу-герою. 13 месяцев продолжалась оккупация Анапы. За годы кровопролитной войны более пяти тысяч анапчан погибли на фронте и пропали без вести. В память о них участники митинга неравнодушные жители курорта стояли с портретами героев анапчан, отдавших жизнь во имя мирного будущего. Тяжелой ценой далась Советскому Союзу эта победа. Но советскому солдату рукоплескала освобожденная Европа. И наш маршал Жуков брал Берлин. И наше красное советское знамя развивалось над Рестагом. На митинге памяти присутствовали и гости Анапы. Когда началась Великая Отечественная война, семья Аллы Чепа жила в селе Гречана, Украина. Еще нерожденная Алла с мамой могли погибнуть, но чудом спаслись. Я родилась в погребе, так как у нас во дворе, в доме, стояли немцы, итальянцы. И вот итальянец Бертольдо, молодой парень, 20 лет, мама рассказывала, он сказал, что будут немцы собирать людей и будут расстреливать. И он маму в положение отправил в погреб и затонировал. Заместитель главы Анапы Сергей Козлов и председатель Совета ветеранов Анатолий Гапонов возложили к мемориалу жертвам войны венок памяти. Цветочные корзины от общественных организаций, политических партий и предприятий города-курорта. А также сотни гвоздик от всех участников митинга. В 9.30 началась всекубанская минута молчания. Временно остановилось движение транспорта и работы учреждений. Автомобилисты подали звуковые сигналы в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны. В воскресенье вся страна поздравляла с профессиональным праздником работников медицины. Одна из самых ответственных профессий и сложных. Ежедневно на страже здоровья людей известный в Анапе врач-травматолог Василий Лобов. Никто в нашей жизни не застрахован от переломов, а болезни суставов и вовсе на втором месте после сердечно-сосудистых. Больные коленки лидируют. Сельский травматолог, график работы которого насыщен до отказа в поликлинике Станицы Анапской. Человек уважаемый. Его авторитет не пререкаем. Все рекомендации исполняются немедленно. Сейчас пойдете в аптеку, купите гидрокортизон и сегодня зайдете в наш физиокабинет. И вы это все дело полечим. Доктор предлагает разгрузить больную ногу, перенеся вес тела на тросточку. Рекомендовано ходить с тростью. Василий Христофорович не успел еще рекомендации в карточке больной дописать. А она уже счастливая, наступившим облегчением. При ходьбе с удовольствием опирается на тросточку. На селе так, верят докторам искренне и бесповоротно. Да и опыту доктора 55 лет все-таки. Я вам скажу, очень прекрасный доктор и очень душевный, хороший человек, который меня всему учит. Я учусь у него. Он очень добрый. Он очень меня любит, всегда переживает за всех, как за своих детей. Как за пациентов, так же и за нас. У него есть чему поучиться. Поэтому мы без него никуда. Лобов из тех докторов, что всю жизнь повышают свою квалификацию. Получив в 50-е годы образования доктора общей практики, он учился, учился и учился. В Лизаро учился. Учился я в Казани. Учился я в Петербурге. Учился я два раза в Москве. Вместе с супругой, детским доктором-травматологом, преподавал в Анапском филиале Новороссийского медучилища. Был неизменным главным судьей соревнований сандружинников. Его сын заведует рентгенологическим отделением. А самого Василия Христофоровича узнают и с почтением относятся анапчане. Тысяча пациентов за эти годы. Он мог спокойно сидеть дома, но ему это неинтересно. В своей профессии он как артист знает каждую струну музыкального инструмента и будет исполнять свою роль, потому что эта музыка питает душу. Еще одним объектом агротуризма в Анапе стало больше. Вернее, в урочищах Гайкадзорских горных массивов среди настоящих анапских виноделов нашлось место и Азовскому. Точнее, он всего лишь хозяин земельного надела. А в ног профессиональный энолог приехал из Германии, чтобы заняться виноделием. Этот объект агротуризма готов продемонстрировать винодельческие предпочтения всего мира. Весь винный мир на ладони. Так или иначе, на туристам Анапы семья Скляровых готова показать лучшие вина мира. Шли они к этому много лет. Алексей Михайлович Скляров, профессиональный телевизионщик и журналист, в Ростовской области много лет руководил телеканалом СТС. Создавал местное вещание одним из первых в стране. А внуково учился в Германии с секретом и тонкостям мирового виноделия. В предместьях Гадзорских круч, где есть все условия для произрастания виноградной лозы, семья заложила итальянские и французские сорта. Получилось так, что виноградом и вином я занимался вообще всю жизнь. Хотя было разное. И спутники делал, и на заводе трудился, и в прессе. В прошлом году высадили вот ту клетку, вон большая клетка. Это автохтоны. И вот здесь часть, видите, всего-навсего, это мерло итальянские. Но в перспективе у семьи Скляровых не только выращивание винограда. Сюда, по мнению винодела, будет интересно приезжать туристам. Чтобы в тематических беседках и в подвале, где ведутся пока еще окончательные работы, туристы смогли отведать мировые вина ведущих марок. Смотрите, какие красивые и известные в мире названия. Зинфандель, Лембергер, Амберне, Птеверда, Франция, Италия, Канада, Америка, Бразилия стоят за этими громкими марками. А вместе с ними – потрясающие, увлекательные истории рождения вина. Вместе с легендами здешних мест. Расскажет их Никита, внук создателя винного поместья. Он настоящий профессионал и ценитель вина. Очень гармоничная кислотность, очень питка, очень по-летнему. Просто сидеть и наслаждаться. Много лет вместе с дедом они колдуют над созданием винных композиций на мини-заводе в Азове. Его намерены перевезти в ближайшее время на земли Гайкадзора. Здесь туристы смогут отведать уникальное мясное блюдо под бокал исторически известного вина, поплавать в бассейне, осмотреть виноградный кластер, послушать легенды горного предместия. И в продолжение темы. Неделю назад рейдовая группа предъявила ряд замечаний к ярмаркам привоз в поселке Виноградный и селе Цибанабалка. Замечания были оперативно устранены. Отборный картофель, хрустящие кочаны капусты, свежие томаты, макаронные изделия, орехи – все самое лучшее производители выкладывают на своих прилавках. От покупателей нет отбоя. Ярмарки привоз давно полюбили селянам. Особенно радуют низкие цены. Ярмарка хорошая, организация на достаточно хорошем уровне, цены приемлемые, но можно, конечно, пониже желательно для пенсионеров и неимущих граждан. Специалистами управления сельского хозяйства идет постоянный мониторинг цен на ярмарках привоз, контроль качества продукции и обслуживания, оборудование торгового места. Жители поселка Виноградного очень благодарны за то, что к нам еженедельно по субботам такая ярмарка приезжает овощной продукции, привоз. Здесь предоставлены всякая продукция и овощная в большом ассортименте, ранняя даже продукция, которую мы еще сами, к сожалению, не успели вырастить. Здесь и помидоры, и цветная капуста, пожалуйста, все свежайшее, по доступным ценам. Это значительно ниже, чем у других производителей. И мясная продукция в большом ассортименте, и кондитерские изделия. Это значительно экономит нам время. Работу ярмарок разграничат. Вещевые ярмарки будут проходить отдельно от сельскохозяйственных. Со следующей недели задача такая, что в один день у нас ярмарка сельскохозяйственная. Это будет по пятницам. На следующий день будет универсальная ярмарка. Такая тенденция будет соблюдена во всех сельских округах. В селе Витязево на углу улиц Курортная и Батарейная. Специалисты управления муниципального контроля уже один раз выявляли незаконно установленные конструкции. Собственник демонтировал нелегальные торговые точки. Но через два месяца предприниматель во второй раз установил незаконно торговые павильоны. Жажда на живых зела вверх. На освобожденной от некапитальных конструкций муниципальной земли предприниматель вновь нелегально установил 14 торговых павильонов. Жители села возмущены таким отношением коммерсанта гражданам. В администрацию муниципального образования города Курантанапа поступило обращение граждан села Витязева. Из управления президента Российской Федерации по рассмотрению обращений граждан и организации. Из приемной губернатора Краснодарского края. По самовольно размещенных торговых павильонах-ролетах на муниципальном земельном участке. Непосредственные близости от трансформаторной подстанции и газораспределенной подстанции в охранной зоне данных сооружений. В начале курортного сезона предпринимателю придется свернуть нелегальный бизнес. Незаконно установленные некапитальные конструкции пойдут под снос. Сейчас специалистам управления муниципального контроля составляется акт по данному факту и опять будет направлен на рассмотрение межведомственной комиссии. Протокол заседания межведомственной комиссии публикуется в средствах массовой информации. На объекте крепится предупреждение с указанием срока вывоза этого объекта с муниципальной территории. Если в установленный срок собственники сами не разберут торговую точку, то объект демонтирует администрация. В минувшие выходные на стадионе «Спартак» в Анапе прошли финальные соревнования регионального этапа всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч Кубок Кока-Кола». С каждым годом растет число участников турнира и самое главное – болельщиков на трибунах. Ребята показывают динамичную и интересную игру. Популярность футбола в России растет. Сражались 13 команд со всего юга России. Это лучшие ребята, которые победили уже у себя в городах и уже у себя в субъектах федерации. Они съехали здесь на финал и здесь они получили путевку на национальный большой финал, который будет проходить в конце этого года. Полузащитник краснодарской команды Кирилл Зацепелин мечтает стать звездой футбола. Первый шаг к своей мечте он уже сделал. Он знает, что главное для победы. Это думать о команде, работать на все 100%. Каждый участок поля должен отбивать от соперников. В полуфинале было очень трудно. Но мы по финалу выиграли благодаря нашему вратарю, потому что он вытащил два удара. Команда Краснодарского края стала победителем турнира «Кожаный мяч». Второе место у ребят из Ставропольского края. Надеюсь, эта неделя, которую вы провели здесь в городе Анапа, дала вам заряд бодрости в летние каникулы. Вы поиграли в любимую игру в футбол. Победители и второе место поедут дальше защищать свои регионы на финал соревнований «Кожаный мяч». Поэтому хотим вам пожелать удачи там. Но вообще самое главное, что вы все занимаетесь спортом, идете правильным путем. Победители турнира сразятся с лучшими непрофессиональными футболистами из 16 регионов страны за главный приз – поездку в международный футбольный лагерь. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Во вторник, 23 июня, в Анапе переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов, ночью до 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 22 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова